Всем привет! Это шоу «Осторожно окрашено», в котором мы показываем, на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом. И каких только машин в нашем шоу не было. Машины после каршеринга, после такси, были машины с отпиленными крышами, сваренные из двух половинок, машины, на которые падали сосульки, машины из-под поезда, машины из-под танка, были даже машины, которые сделали кувырок в воздухе. Не показывали мы вам только один, возможно, самый опасный случай, а не показывали его потому, что случай этот крайне редкий и, к тому же, уничтожает машину, не оставляя следов. Итак, объявление о продаже Kia Ceed 2020 года с пробегом 68 тысяч километров. В описании сказано, что машины заменили по каско три детали. Машина обслужена, вложений не требует. Пробег у нее оригинальный и она на гарантии до 2025 года. По телефону сообщают вот что. Скажите, пожалуйста, состояние машины какое? Ну, на данный момент она вложений вообще не требует. Так, какие-то, может быть, нюансы, недочеты, недостатки, проблемы? Вы знаете, у меня проблем с ней не было. Тут скажем так. Потому что я владелец, когда я вместил, у меня с ней ничего, никаких ошибок не вылетало, ничего. Едет она ровненько, резина не жрет, коробка мягкая, подвеска тоже. Ну что, пока единственный заявленный недостаток – это грязный салон. В остальном нам обещают беспроблемный автомобиль. А значит, нужно ехать его смотреть. Но прежде чем мы продолжим, важное сообщение. Автору запускает зимний зачет ПДД. Куда рулить в заносе? Как объезжать сугробы? Что делать в колее? Испытайте свои знания на зимнем экзамене ПДД Автору и получите шанс выиграть подарок от генерального партнера Тинькофф Страхование и множество других призов. Так, расскажите все, что нужно знать перед покупкой по состоянию машины. Ну что я вам могу сказать? Состояние машины на данный момент, она ничего не требует. Масло там поменено, антифрез я поменял, тормоздуху поменял, купил новый аккумулятор. Вы второй собственник, верно? Да. А вы, получается, у кого ее купили? Я купил, там ребята гоняют из Питера машины, я у них приобрел договор купли-продажи армянина. То есть это не у дилера, не трейдин, никакой? Нет, 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 нет. То есть это просто по объявлению на автору? Да, да, да. По объявлению мне приятель нашел, мы поехали с ним, посмотрели. В принципе, сделана она неплохо. Даже видите, капот, бампер и крыло. Это меняли. Три детали на замену. То есть, ну, ДТП какое-то? Ну, ДТП было, там, я даже знаю, что с Рено было ДТП. Что там было на самом деле, вы сами понимаете. То, что машинку там прогнали по выплатам, это да. Мошенническая схема по выплатам страховой компаниями. ДТП плевое, предлагают хозяйке там, хотите выплату получить нормальную. Загоняют в нужный сервис, тебе там пишут, полморды разбито. Так, то есть я правильно понял, что ДТП было слабое, а выплата страховая была завышена? Да, 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 да. Специально верно, да. Это называется прогнать по страховой. Здесь проблемы были с электрикой. Её же когда социальные прогоняли по этим делам, они сделали так, чтобы движок не работал. Я её покупал в Москве с неработающим движком. Её взяли, электрики, с этой компанией. Перекусили пару проводов, и всё, движок не заводился. У меня хороший электрик есть, он вообще чемпион мира по корейским машинам. Реально чемпион мира. Он нашёл всё это. Ну, правда, торпеду там всё поскрыл, посмотрел, где что. Блоки здесь всё нормально. То есть в настоящий момент всё функционирует. Ни хрена там с ней ничего нет. Реально вам говорю. Просто у неё очень нехорошая история получается в связи с этим. Так, а что за история? Я вообще, если честно, я уже в конец запутался. Здесь они как бы затоталили движок. Первая авария была вот эта вот, которая ударная. Они там полмашины понаписали. Второе, значит, им мало показалось. Вторая выплата там, если вы будете пробивать там. Ну, короче, получили за ней почти две цены у меня с этой машины. Так. Всё, и после этого страховая продала этим армянам. Я у них купил. Но когда я покупал, естественно, этой информации не было. Она была заблокирована. Я когда ставил на учёт, она всплыла. Вот и всё. А информация о чём была заблокирована? Ну, об этих вот, то, что по страховой выплаты, вот это всё. То, что ДТП они не блокировали. То есть она была выбросена, заблокирована. Как только я поставил на учёт, база обновилась у меня. Эта информация появилась. Я её забрал на эвакуаторе у этих ребят. Не могли завести двигатель. То есть, ну, движок не работает, и всё. Так, и после этого вот вам сделали электрику. Да, сделали полностью. Он неделю, правда, копался. Он всю электрику ещё сделал. Так. Потом я на ней ездил. Полгода или сколько там. Ну, после апреля месяца. Ко мне приятель тут один подъезжал. Подборщик. Вообще ни одной ошибки. Едет она ровно. Резину не жрёт. То есть, если вам ездить, если вы для себя покупаете на какой-то длительный срок, ну, сумма вполне меньше даже рынка. Какая-то грязь на панели приборов. Да. Ну, это у меня сегодня уже смотрели люди. А, то есть я не первый. Конечно. Сегодня вы уже третий. А тебе почему не забрали, что не устроило? Нет, она машина им понравилась. Но они вот засомневались насчёт истории. Честно вам скажу. Мы подумаем. Давайте, если вы до выходных не продадите, мы вам позвоним. Хорошо. Нет, вы садитесь, заведите двигатель. Сюда и залезали. Здесь таратины. Здесь таратины. Ошибок никаких нету. Здесь всё работает. Все функции полностью работают. Это порвано или просто открылось? Да я не знаю, честно говоря. Там, не знаете, вот ржавчина? Где же? Внутри кресла. Ну, это я, честно вам сказать, не могу ничего. Странно. Я кресло не проверял. Крепление ответных меток не вижу. Не знаете, там ни в такси ничего такого не было у неё? Не-не-не. Точно. Ну, не пробивается она. У неё лицензии нет. Ага. Ржавчина. Ржавчина. Так, сюда тоже залезали. Изолента какая-то. Я сюда не совал, всё это точно. Интересно. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Какой ужас. Так, а можно ещё раз поподробнее, чего с ней случилось там со страховой и со всеми? Ну, я говорю, её просто прогнали по мошенническим выхудкам. Страховая мошенничала вместе с хозяйкой. Вот и всё. Ржавчина в кресле я увидел. Вот. И я решил заглянуть под панель. И там просто... Вы фильм «Титаник» смотрели? Там всё так? Там не то, что ржавчина. Там вообще... Ну, там просто всё-всё-всё рыжее под панелью. Ничего себе. Я даже и не думал об этом. Вы говорите, электрику пришлось ковырять? Да. А там из-за чего? Два провода были перекусаны? Я не знаю, сколько проводов. Он мне просто сказал, что я нашёл к тем причинам. А так люди смотрели до этого в двух сервисах. Только приезжали, деньги отдавали, привозили машину. И не могли всё это, скажем так, обнаружить. Ну, люди знающие, знаете, которые делают своё дело. Как мошенники. Вот, смотрите, какие ремни. Ну, это да, они грязные. Она вообще, салон был грязный. Это самый край ремня. То есть это то, что в катушке лежит на самом-самом низу. То есть это получается грязь, которая возникла внутри катушки. Вот я вам ничего не могу сказать по этому поводу. Снизу как будто бы просто обычная машина. Есть ржавчина, но ржавчина есть у любой машины снизу. Тут я вам ничего не могу сказать. Я вам сказал, что я сделал с ней. Что знаю я. Ну да, вот так вот блок чистый, а вот там вот внутри ржавчина. Вот я говорю, то, что я про неё знал, как бы, ну, я вам всё рассказал. Конечно, я не рассчитывал, что это новая автомобиль. Тут все сидушки в шоколаде были. Подведём итог осмотра. Продавец честно говорит о том, что купил машину на площадке, где продают списанные страховые автомобили. Он сообщает о ДТП и о том, что были проблемы с электрикой. Но, со слов продавца, в реальности крупных повреждений у машины не было. Были только мелкие незначительные повреждения, которые сделали специально и раздули ради повышения страховых выплат. В частности, страховая списала машину из-за неисправного двигателя. А он на самом деле не заводился из-за того, что умышленно перекусили пару проводов. Это называется «прогнать по страховой». Её же когда ассоциалили, прогоняли по этим делам, они сделали так, чтобы движок не работал. Её взяли электрики с этой компанией, перекусили пару проводов, и всё, движок не заводился. Нынешний владелец отдал машину хорошим электрикам, те всё восстановили, и теперь проблем у машины нет. Единственный вопрос, на который продавец не знает ответ, это почему под панелью так много ржавчины. Разобраться с этим и с историей машины нам традиционно поможет отчёт Автору. Согласно отчёту, машина побывала в двух ДТП. В марте 2021 года она сталкивается с Рено Каптюр, а в сентябре 2022 года фиксируется съезд с дороги. И если о последствиях первой аварии мы можем судить только по расчёту ремонта её участников, то со вторым ДТП всё проще. Ведь после него машина продавалась на аукционе битых авто, и в отчёте Автору есть фото с места происшествия. И на этих фото мы видим автомобиль, который примерно наполовину находится в воде. Осмотренный Киа Сид — это утопленник. И, собственно, это первое, что приходит в голову, когда видишь ржавчину на кресле и под панелью приборов. Поэтому я и переспросил продавца ещё во время осмотра. А можно ещё раз поподробнее, чего с ней случилось там со страховой и со всеми? Ну, я говорю, её просто прогнали по мошенническим выпутам. Страховая мошенничала вместе с хозяйкой. Вот и всё. Тут все сидушки в шоколаде были. Их отдраивали. Ну что же, благодаря отчёту Автору мы теперь знаем, каким шоколадом испачкали этот сид. Но знал ли об этом продавец? Он уверяет, что информация о повреждениях появилась только после того, как он поставил машину на учёт. Ну, когда я покупал, естественно, этой информации не было. Она была заблокирована. Я когда ставил на учёт, она всплыла. Вот и всё. А информация о чём была заблокирована? Ну, об этих вот, то, что по страховой выплаты, вот это всё. То, что ДТП они не блокировали. То есть она была выбросена, заблокирована. Как только я поставил на учёт, база обновилась, эта информация появилась. Получается, что продавец мог не знать о повреждениях. Но тут есть несколько странных нюансов. Во-первых, продавец сам говорит, что для ремонта авто пришлось залезать в торпеду. И маловероятно, что при этом не заметили ржавчину. У меня хороший электрик есть. Он вообще чемпион мира по корейским машинам. Реально чемпион мира. Он нашёл всё это. Ну, правда, торпеду там всё поскрыл. Во-вторых, продавец дал вполне понятное и разумное объяснение, почему машина куплена на аукционе Таталинах авто. Площадки с какой-то забрали на эвакуаторе. На Дмитровском шоссе, там у них площадка, битенькие машины продают. Ну, у меня, понимаете, денег не так много, поэтому я пару машин до этого был и обитую покупал, восстанавливал, спокойно на ней ездил. Потом я их продавал. В смысле, не сразу, лет 5-6 ездил. Но тут тоже нестыковка. Продавец купил машину в январе, а согласно отчёту Автору, уже в феврале её начали продавать. То есть практически сразу после покупки и за 2 месяца до постановки на учёт. Из чего складывается ощущение, что машину брали вовсе не для того, чтобы ездить. Кроме того, продают машину аж с февраля, и машина явно пользуется спросом. Только в день осмотра я был уже третьим, кто её посмотрел. Машину смотрят не только покупатели, но и профессиональные подборщики. И маловероятно, что за 10 месяцев никто так и не заглянул под панель и не заметил ржавчины, и не сообщил о её причине появления. Ну, это у меня сегодня уже смотрели люди. А, то есть я не первый. Конечно, сегодня уже третий. А те почему не забрали, что не устроило? Нет, она, машина им понравилась, но они вот засомневались насчёт истории. Честно вам скажу. Мы подумаем, давайте, если вы до выходных не продадите, мы вам позвоним. Ко мне приятель тут один подъезжал, подборщик. Хозяину отправил цену, но парень с Донецка, он говорит, для меня это многовато. А ЗАГ вообще ни одной ошибки. И нареканий к ней нет. Приезжал подборщик, причём он сам жестянщик. И всех дров, которые я смотрел, говорит, за эти 2 дня, это самый лучший. Ну, в смысле, не дрова, а машина. Впрочем, выводы о том, знал ли продавец, что его машина утоплена, или информация действительно была заблокирована, делайте сами. Комментарии внизу, в вашем распоряжении. Напишите ваше мнение. Отмечу лишь для справедливости, что сейчас это первое предложение по цене среди Kia Ceed 2020 года. А сервис Автору сообщает, что цена ниже рыночной, на 15%, и предупреждает, что, возможно, машина не в идеальном состоянии. Для нас же самое ценное, что теперь мы знаем, как выглядит утопленник. И выглядит он практически так же, как и любой другой автомобиль. Вопреки расхожему мнению, никакого специфического запаха в салоне нет. Снизу машина не отличается от других автомобилей, которые прожили в Москве или Санкт-Петербурге несколько зим. Ключной электрики тоже нет. Единственная ошибка, которую выявила диагностика, это неработающая лампа сигнализации отключения подушки безопасности пассажира. Да, в салоне остались пятна, но, вероятнее всего, остались они лишь по причине экономии на мойке. Тут все сидушки в шоколаде были. Да? Да, я их отдраивали. Еще на такую компанию попал, десятку отдал, приехал. Смотрю, что-то проявляется. А ты что хотел? Нормальная цена 20-30 тысяч что-то сделала. За 20-30 тысяч я у тебя не собираюсь ничего делать. Единственный стопроцентный признак того, что машина была в воде – ржавчина на каркасе кресел и каркасе панели приборов. Но, как вы понимаете, заглядывают в эти места далеко не все. В общем, выглядит утопленник вполне обычно, поэтому этот тип повреждений и является одним из самых опасных. Ведь предсказать ресурс автомобиля, побывавшего в воде, невозможно. Вода, мусор, песок, соль попадают не только в электрические разъемы, которые относительно несложно заменить, но и в различные агрегаты, а также в трансмиссию. И вымыть это все из агрегатов окончательно может не получиться даже несколькими сменами масла и технических жидкостей. Судя по грязным ремням безопасности осмотренного СИДа, они остались родными, и никто их не чистил. Как поведет себя в дальнейшем катушка и механизм блокировки ремня, побывавший в грязной воде, не может знать не только покупатель этой машины, но и ее продавец. Как не может знать достоверно, сколько еще таких узлов осталось в машине. Ну и, конечно, никто не станет прогнозировать, как поведут себя контакты и электронные блоки утопленной машины. Сейчас у автомобиля пропал контакт только с лампочкой подушки безопасности, а завтра, возможно, пропадет и с самой подушкой. Плюс не забывайте, что во многих современных автомобилях электронные блоки недостаточно заменить. Их необходимо прописывать через официального дилера. И с этим могут быть проблемы. В итоге из-за одного затопленного блока вся машина может превратиться в недвижимость. Тут можно было на примере осмотренной машины как раз-таки развеять сомнения по поводу утопленников, ведь сам продавец уверяет, что с января никаких проблем с машиной у него нет. Вы знаете, у меня проблем с ней не было. Тут сказать, что я владею, когда я ездил, у меня с ней ничего, никаких ошибок не вылезало. Едет она ровненько, резина не жрет, коробка мягкая, подвеска тоже. Вам сделали электрику? Да, сделали полностью. Он неделю, правда, копался бы. Он всю электрику все сделал. Так. Потом я на ней ездил полгода или сколько там, ну после апреля месяца. В принципе, она работает нормально, никаких ошибок, ничего не вылезает. Вот только загвоздка в том, что почти за год машина не проехала и 2000 километров. На фото в объявлении, сделанных прошлой зимой, на одометре пробег 66 479 километров, а сейчас на одометре 68 393 километра. Все это время на машине никто не ездит, ее только продают. И это, пожалуй, основной вывод на сегодня. То, что машина утонула, еще не означает, что для нее это конец. На такую машину вполне можно нарваться при покупке, и, как вы могли видеть, о ее прошлом продавцы сообщать не спешат. Поэтому, в случае сомнений, заглядывайте под кресло. И не забывайте проверять машину перед покупкой с помощью отчета Автору. Ставьте лайк, если ролик вам понравился, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео и знать, на что обращать внимание при покупке автомобиля. До скорых встреч. Пока-пока.